Сейчас Уходский попал сильным ударом Каким-то таким Боковым и бил его в туловище Попал в голову Я заметил, это был очень сильный, неприятный удар для Царенко Но тут все-таки вытерпло Концовка раунда Удар молотка Ну что ж, еще одна трехминутка за российским боксером Четыре раунда позади этого интересного, на мой взгляд, поединка Потому что боксеры, которых вы видите на ринге, уважаемые телезрители, показывают весьма качественный бокс Особенно это касается Дмитрия Сухоцкого Вот сейчас мы смотрим повтор атаки в его исполнении Ну смотрите, Царенко, Царенко, все-таки еще раз скажу Опыт и мастерство, это дело, конечно, которое очень помогает ему в этом поединке От скольких сильнейших ударов он смог уйти? Да, пока он успевает делать Посмотрим, что будет дальше Пока опыт, какая-то быстрота, чувство дистанции выручает его Но он устает, это видно Ну пока бой подходит к середине Вернее, прошел середину Шестой раунд у нас Снова в атаке россиянин Да, вот пытается, пытается неожиданно взорваться Все-таки для ветерана неплохая скорость, Туцаренко Он пытается взорваться моментами Но как же внимателен Сухоцкий Вот я не перестаю удивляться на протяжении всего боя Абсолютно не заигрывается, да? Очень сильный удар был левой сбоку Такой сухой, короткий И точный Ну вот, потихонечку начинается уже, я бы сказал, избиение Вот, наверное, за весь бой Сухоцкий пропустил, но, может быть, пять ударов Таких чистых Все остальное пришло в защиту Или в воздух Ну а Саренко уже напропускал ударов Я говорю, концентрацию он не потеряет ни секунды Да, и мы замечаем уже, насколько медленнее стал белорусский боксер Опять-таки остался у канатов Все-таки неожиданное Он очень хорошо, что Сухоцкий очень осторожен Несмотря на то, что боксирует в высоком темпе Вот такие вот иногда шальные удары летят и в туловище, и в голову И Дима успевает от них защищаться Вот я еще раз повторяю, не теряй в концентрации ни на секунду Вот это его и подкупает в нем Не только он атакует, проводит, генет свою линию, но при этом абсолютно не забывает о защите Ну что же, неприятная история, когда Царенко остается в углу Одно дело у канатов, когда в углу, это еще тяжелее Ну, не выйти ни вправо, ни влево Ну, пожалуйста Снова правый прямой какой-то Это вследствие того, что он застоялся на месте просто Нужно больше двигаться, а сил нет уже И на самом деле от этого постоянного натиска От этого вот, ну, непрекращающегося града удар Устаешь еще сильнее Ну, как бы, что ли, нервы заканчиваются, силы Это все терпеть, когда все закончится И хотелось бы, что это закончилось быстрее Ну, вот, мне кажется, Сухоцкий, Дмитрий, уже достиг такого уровня, когда, в общем-то, его промоутер, менеджер Ну, менеджер в основном, конечно Это был удар в печень, да Сухоцкий атакует Он не бьет точно в печень Он обманывает Показывает, что он бьет в печень На самом деле атакует в голову Ну, вот, повезло сейчас Саренко Да Это был конец раунда Гонка его спас Так вот, возвращаясь к Дмитрию Сухоцкому Хочется сказать, что, наверное, уже пришло то время, когда его надо вести уже к более сильным сопернику Не, ну, конечно, такие опытные, как Юрий Саренко Необходимо просто для роста боксера Очень своевременно подобранный соперник Ничего тут не скажешь Но в дальнейшем, в дальнейшем, конечно, надо уже как-то приучать его к более серьезным поединкам Потому что у парня есть все, на мой взгляд, чтобы стать просто отличным, отличным профессиональным боксером Да, вы знаете, на самом деле он прошел всех самых сильных боксеров И немножко забегая вперед Этого поединка скажу, что совсем недавно он выиграл у бывшего чемпиона Европы Боксера из Тольятти Да, Давида Гоги И причем выиграл ярко, убедительно Это был самый, пожалуй, такой вот яркий знак, что боксер может боксировать на таком уровне И его уже можно вывозить за рубеж на участие в боях чемпиона Европы и мира Или привозить ему оппонентов в Россию Ну, для того, чтобы выйти на чемпионский бой, как раз надо пройти вот эту стадию сильных соперников Зарубежных боксеров, которых необходимо пройти двух-трех, чтобы подняться в рейтинге и претендовать на бой за звание чемпиона Европы и тем более мира Да, ну, а это уже грамотная работа и тренеров, и менеджеров, и промоутера, естественно Ну, вот, седьмой раунд Точно так же Давид Сухоцкий даже, пожалуй, он еще больше поднял темп Если вы помните, что в прошлом раунде Сейчас явно стал выцеливать, посмотрите Да, Царенко пропустил нокдаун в печень А вообще было непонятно в печень или в голову Мне кажется, везде он нужно пропускал И вот тоже самое творится и сейчас И вот снова серия, посмотрите, какая мощная Да, он просто не знает, куда деваться Царенко Оп, ну, это, конечно Ну, Леонид Сорокин Оба боксера Должен быть внимательным все равно Вот именно в эти минуты боя Потому что здесь от рефери очень много зависит Чтобы соперник, один из боксеров, не получил травму Надо четко, видите, вовремя остановить поединок Да, сейчас такая была очень напряженная, яркая атака Сухоцкого Небольшой провал получился, он поскользнулся в углу Вот опасный удар нанес Царенко Вот видите, чуть-чуть Сухоцкий опустил руку И моментально Царенко снизу, как бы не глядя, да Провел правый удар и удар справа И он попал, в общем-то, в цель Не, ну, на самом деле, высококлассный боксер И настолько интересно и разнообразно он боксирует Честно говоря, даже меня удивляет немного Как так можно? Причем, это очень неожиданные такие удары Мало того, они еще бьются с финтами Он смотрит в одно место, атакует в другое Причем бьет дубль одной рукой два раза Или сдавая правой или левой Очень неожиданно Ну, пока... Ну, талантливый боксер Да, пока у Царенко руки на месте Он еще стоит на ногах Но уже стоит еле-еле, посмотрите Пытается клинчевать, держать соперника Ну, а сейчас неплохо сделанный рог Даже попытка вот провести контратаку Конечно, молодец, Юрий Ничего не скажешь Все-таки он не теряет надежды выцелить Сухоцкого И нанести точный мощный удар Потому что ему деваться уже некуда Он проиграл больше полубоя Ну, вот, это, конечно... Ну, все Пропустил ударов в оси, наверное, и в голову, и в туловище И не смог продолжать, встал на колено Посмотрим, встанет ли он Ну, вот сейчас Леонид Сорокин внимательно смотрит За белорусским боксером Ну, что, какое будет решение рефери? Можешь драться, спрашивает он у Юрия Да, мне кажется... Да, но вот в углу секунданты решили это делать Здесь все понятно Совершенно без желания был Царенко продолжать этот бой Ну, безусловно, правильно Зачем подвергать свое здоровье уже такой большой опасности? Его секундант просто сохранил ему здоровье Вот и все Вот так в седьмом раунде закончился этот интересный поединок Дмитрий Сухоцкий победил по праву и получает пояс чемпиона Ну, а мы на этом с вами прощаемся Для вас работали Андрей Шкаликов До свидания И Борис Скрипко Смотрите бокс на нашем канале До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...